МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям. Отчет перед населением главы Щелковского района. Открытие в Щелкове каворкинг-центра. Это новости образования, культуры, спорта. В эфире программа «Говорим о главном». Сегодня мы подводим итоги февраля. Идеология лидерства в действии. Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни. Строите детские сады и школы, модернизируются учреждения здравоохранения, создаются максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. О достижениях в разных сферах в своем традиционном обращении к жителям в феврале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также глава региона обозначил курс развития на ближайшие годы. Ежегодное обращение губернатора региона к жителям – это подведение итогов и постановка новых задач. В этом году мероприятие обещает быть особенным. Речь пойдет о том, чего удалось добиться в Подмосковье за последние пять лет. Именно столько регионом руководит Андрей Воробьев. К лидерству курсом президента пять лет назад в Подмосковье приняли стратегию движения вперед, идеологию лидерства, а сегодня подводят своего рода итоги и определяют дальнейший план работы. Приоритетом остается развитие экономики. За пять лет валовый региональный продукт Подмосковья вырос в полтора раза и составляет 3 триллиона 750 миллиардов рублей. Глава региона поставил задачу увеличить объем инвестиций в экономику региона и создать максимально комфортные условия для бизнеса. Подмосковье должно стать лучшим местом для предпринимателей. Поручаю Министерству экономики и финансов найти дополнительные ресурсы для того, чтобы увеличить их с 10 до 15 процентов бюджета области. Комфорт жителей был и по-прежнему остается основой в работе. Здравоохранение, спорт, образование и другие сферы и направления, ежедневно затрагивающие жизнь населения. За последние годы построены и открыты пять центров материнства и детства, в том числе и в Щелкове, в результате чего удалось снизить в два раза младенческую смертность. В области развернуты масштабные работы по ремонту больниц и поликлиник. За три года привели в порядок порядка 500 учреждений. Открыты сосудистые центры, как результат снижения на 38 процентов потерь от инфарктов и инсультов. Но по-прежнему остро стоит вопрос нехватки врачей на местах, в особенности терапевтов и педиатров. И здесь необходимо предусмотреть меры поддержки специалистов. Прошу правительства области проработать вопрос увеличения зарплаты терапевтам и педиатрам, которых нам особенно не хватает. А главам, поручая вместе с Минздравом, найти врачей и предоставить им жилье. Щелковский район в этом направлении один из лидеров в регионе. В минувшем году удалось предоставить медикам более 90 квартир. Мы поставили себе задачу, как можно больше привлечь кадров высокопрофессиональных. Мы ее выполняем. Активно реализовывалась программа строительства детских садов. Построено 400 просторных и комфортных дошкольных учреждений. Вместе с тем уделяется внимание и ремонту действующих садиков. Сегодня в приоритете школы. Задача номер один – ликвидация второй смены. За пять лет мы построили 100 школ. За следующие пять, внимание, должны построить еще 200. 100 построили, еще должны построить 200 школ. Расширяем действующие, успешные учреждения. Школу номер 6 в Мытищах, в Лобни, в Медвежьих озерах будут сделаны современные пристройки. Также подвели итоги и определили задачи благоустройства дворов и создания зон отдыха для жителей. Строительство спортивных объектов, борьбы со свалками, развитие дорожной сети, поддержки обманутых дольщиков и многих других направлений. В ближайшие годы необходимо внедрить на территории Подмосковья раздельный сбор мусора, обновить треть автобусного парка и продолжить строительство индустриальных парков. В целом, обращение губернатора к жителям задало вектор развития муниципалитетов на ближайшие несколько лет и определило направление движения. Мы участвуем во всех программах. И самое главное, что на дальнейшую перспективу, еще на дальнейшее, ну до 2020 года у нас тоже есть множество объектов. Это строительство новых школ, это строительство и ремонт детских садиков, в том числе для того, чтобы были открыты ясельные группы. Но самое главное, что единая команда, мы все идем курсом президента России. Вот нужны такие решения и меры, чтобы у нас все места, а их у нас очень много, они должны получить импульс развития. Невозможно за один год все поменять, но то, что есть движение вперед, и мы видим уже определенный результат, это очень важно. В своем обращении губернатор также отметил необходимость создания в муниципалитетах комфортной городской среды. В Селкове задача реализуется. В прошлом году после реконструкции открылась улица Парковая. Пешеходная зона стала изюминкой города. Ее Андрей Воробьев осмотрел в рамках рабочего визита и пообщался с жителями. Также глава региона осмотрел дом номер 29 на улице Парковой, где сейчас ведется реконструкция. После окончания работ здесь будут предоставлены квартиры остро-дефицитным специалистам – врачам, педагогам и полицейским. Я знаю, что это был такой же старый безнадежный дом, который мы сейчас полностью реконструируем, и он будет как конфетка. Как ты сейчас сказал? Когда? Я думаю, в мае, вручим уже всем ключи. Очень приятно. Каким был 2017 год для Щелковского района? Чего уже удалось добиться, а что только предстоит сделать? С отчетом о социально-экономическом развитии Щелковского района в феврале выступил перед жителями глава Алексей Валов. Сразу отмечу, по итогам 2017 года в рейтинге муниципальных образований Подмосковья Щелковский район занимает пятое место. Для сравнения, в 2015 году муниципалитет был на 52-й ступени. Постепенно в Щелковский район и культурный комплекс прибывают люди. И считанные минуты остались до отчета главы Щелковского муниципального района об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году. Экономика, социальная сфера, культура, спорт, преобразования произошли во всех сферах жизни. В минувшем году приоритет отдавался развитию экономики и привлечению инвестиций. Доходная часть бюджета Щелковского района составила 6,6 миллиарда рублей. Расходная 6,7 миллиарда. Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал в 2017 году, составил 12 миллиардов рублей, что на 38% выше показателя 2016 года. На территории района активно развиваются три индустриальных парка, где работает 101 компания. Наш губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Урабьев подписал соглашение с гендиректором компании «Экофармент» о создании малокоперерабатывающих предприятий в нашем районе. Сумма инвестиций составит порядка миллиарда рублей. Бюджет Щелковского района социально ориентированный. И это не просто слова. Немного цифр. В минувшем году на соцсферу было направлено свыше 5 миллиардов рублей или более 80% от общей суммы расходов. За работу по привлечению медицинских специалистов Щелковский район в 2017 году получил премию «Прорыв года». Большая работа была проделана и в сфере образования. В минувшем году были открыты три детских сада, пять ясельных групп. Создано порядка тысячи дополнительных мест, в том числе благодаря ремонту в действующих детсадах. За счет внебюджетных источников финансирования построены садики в микрорайоне Гагаринске в Щелкове и сельском поселении Гребневское. Их открытие должно состояться в ближайшее время. Большое внимание уделялось и созданию комфортной городской среды. В минувшем году в Щелковском районе преобразилась 51 дворовая территория. В планах на этот год 58 дворов. По программе губернатора нашей Подмосковьи установлены четыре детские игровые и одна спортивная площадки. Но, пожалуй, главное и очевидное для всех изменение – это создание новых зон отдыха. Открылась после реконструкции вторая часть улицы Парковой. Возле набережной юности организован парк военной техники. В микрорайоне Чкаловский открыта аллея героев, а в Медвежьих озерах разбит сквер молодоженов. Но главный район на достигнутых результатах останавливаться не собирается. В Щелково должна появиться единая пешеходная зона. Планируется реконструировать набережную в районе улицы Шмидта. Концепция щелковского архитектора Алексея Воробьева признана одной из лучших и вошла в госпрограмму. Новая пешеходная зона свяжет набережную Серафим-Саровского и городской парк. Это позволит нам сформировать единое пешеходное пространство от набережной юности до детского стадиона в микрорайоне Дальний Воронок. Неотъемлемый атрибут комфортной, а главное безопасной жизни – это нормальные дороги. В 2017 году в районе отремонтировано беспрецедентное количество дорожного покрытия – более 730 тысяч квадратных метров дорог. Этот объем в три раза превышает показатели 2015 года и на 17% больше показателей 2016 года. Также значительный объем работ был проделан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселения людей из непригодного для проживания жилфонда, обустройстве парковочных мест, экологии, культуре, спорте и других направлениях. Все эти достижения привели к тому, что по итогам 2017 года Щелковский район на пятом месте в рейтинге среди всех муниципалитетов Московской области. В Щелковском районе есть потенциал, и мы это видим, видим по результатам этого года в том числе. Вы знаете, если посмотреть целиком на всю ситуацию, то по всем ключевым направлениям район выполнил те планы, которые перед собой ставил, а по некоторым показателям даже перевыполнил. В любой сфере большущие сдвиги. Все-таки администрация, возглавляемая Алексея Васильевича, взяла очень много. Пожалуй, это наиболее успешный год за последние, сколько я помню, десятилетия. Создание благоприятных условий для бизнеса задача, поставленная и губернатором региона, и главой муниципалитета, также успешно реализуется в нашем районе. В конце февраля открылся каворкинг-центр. Его преимущество в том, что за достаточно низкую арендную плату предприниматель получает функционал крупного офиса. Помещение должно стать большим подспорьем для тех, кто только начинает свой бизнес. Центр в Щелкове – один из самых крупных в регионе. Большой старт для малого бизнеса предлагает новый каворкинг-центр. Более полутора тысяч квадратных метров в здании Сбербанка на Комсомольской теперь занимает офисное пространство, которое могут арендовать начинающие предприниматели. Проект по созданию таких центров по всей Московской области – результат сотрудничества Сбербанка и правительства региона. В Щелковском районе – это один из наших пилотов, связанных с сотрудничеством со Сбербанком. Это офис Сбербанка, который переехал, немного ужался на первый этаж, а второй этаж полностью отдал под каворкинг. Такая синергия, по нашему мнению, даст уникальный эффект для предпринимателя по возможности использования как места работы в каворкинге, так и услуг, которые Сбербанк предоставляет бизнесу, индивидуальным предпринимателям. Во-первых, это наша миссия, помогает предпринимателям, первое. Второе, мы проводим оптимизацию площадей. Вы видели, здесь было когда-то очень большое отделение. Сегодня, благодаря переходу банковских услуг онлайн, мы помещаемся на одном этаже. Мы очень бы хотели, чтобы вместе с нами работали предприниматели, и правительство Московской области это патронировало. Небольшие двухместные офисы, довольно вместительные залы на шесть человек, пространство Open Space. Каворкинг-центр «Старт» рассчитан на работу около ста резидентов. К их услугам различные сервисы для бизнеса, бухгалтерская и юридическая поддержка, конечно, Wi-Fi и оргтехника. Достаточно комфортная инфраструктура. Чтобы продуктивно работать, нужно вовремя отдыхать. Так, в новом каворкинг-центре для комфорта начинающих предпринимателей есть все необходимое, даже вот такая просторная комната отдыха. В данный момент в центре уже арендуют площадь порядка 20 резидентов, как начинающих предпринимателей, так и некоммерческих организаций. Очень большое значение имеет открытие сегодня нашего каворкинг-центра. Вы знаете, это новая территория, нового формата бизнеса. Это когда люди объединяются в общем пространством, которое разбито на функциональные зоны, когда люди могут проходить обучение, здесь будут проходить семинары, тренинги. Также может возникнуть у них общая идея для занятия общим бизнесом. Это территория, которая объединяет творческих людей. Аренда одного рабочего места в каворкинг-центре будет стоить около 10 тысяч рублей в месяц. Можно снять площадь на три месяца, либо на неделю, в зависимости от цели предпринимателя. Также есть возможность арендовать не только рабочее место, но и целый офис. Новичкам первый день пользования предоставляется бесплатно. Создать бизнес с нуля – это титанический труд, почти как вырастить дерево. Хорошо, если в начале этого пути мы встретим плодородную почву, получим поддержку и понимание. Поговорим об образовании. Челковский район стал региональной площадкой для проведения единого государственного экзамена по русскому языку. Но не для учеников, а для их родителей. Всероссийская акция «День ЕГЭ с родителями» проходит в области уже второй год. Вместе с мамами и папами проверили свои знания в четвертой школе министр образования Московской области Марина Захарова, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, чье имя и носит школа Петр Климук, чемпионка России по женскому футболу Мария Брилева районной власти. Представляем возможность всем желающим сегодня попробовать, что такое единый государственный экзамен, посмотреть организацию, поэтому проводим его в школе, которая является пунктом проведения единого государственного экзамена, чтобы родители могли убедиться, для чего какие меры предпринимаются, сколько по времени идет экзамен. Мне очень приятно, я очень горжусь, что школа имени Климука. Я хоть посмотрю, как это все происходит. Я никогда не сдавал такие экзамены и даже не представляю, что это такое. Огромное спасибо Министерству образования, что они выбрали нашу территорию. По итогам 2017 года у нас наименьшее было практически замечание по проведению единого государственного экзамена. Все пункты ПП мы готовим тщательно к проведению экзамена. Вначале вводный инструктаж. Несмотря на то, что ЕГЭ-пробный воспользоваться шпаргалками не удастся, в помещениях установлены камеры видеонаблюдения. Все по правилам на партах лишь документы, удостоверяющие личность, а также предоставленные констовары, черновики и экзаменационные материалы. Пронести посторонние предметы, включая мобильные телефоны, в аудиторию просто невозможно. Каждый проходит процедуру проверки металлодетектором. В течение часа экзаменуем предстояло ответить на вопросы в форме теста и написать сочинение. Эта акция проходит по всей стране. В ней участвуют 50 регионов, включая Подмосковье. Главная цель – не проверка знаний, а знакомство с процедурой ведения ЕГЭ, а также показать родителям, что при хорошей подготовке бояться сдачи не стоит. Интересно. Я считаю, что ничего такого сложного или страшного в сдаче этого единого государственного экзамена нет. Действительно, вопросы, в общем-то, по силам. И самое главное, что в процессе проведения единого государственного экзамена полностью адаптирован какой-то субъективный человеческий фактор. Если ученый и ребенок учатся с первого класса по одиннадцатый, проблем сдачи ЕГЭ у него не будет. То же самое, как было у нас в наше время, когда учились мы, когда в принципе ЕГЭ не было. В феврале в нашей стране отметили один из самых мужественных праздников – День защитника Отечества. В нашем районе проживает немало героев, доказавших свою любовь к родине. 23 февраля они принимали поздравления в микрорайоне Чкаловский. Давайте посмотрим. Они сражались и сражаются за родину, охраняют дальние рубежи и обеспечивают покой внутри страны. Защитники Отечества отвечают свой профессиональный праздник. 23 февраля торжественный митинг прошел в микрорайоне Чкаловский. Наша страна не раз доказывала, что способна постоять за себя. И за каждой победой стоят подвиги и жертвы тех, кто вызвался защищать свою родину и свой дом. Многие не вернулись к боевых заданиям, но их имена навечно в памяти потомков. Участники митинга почтили память павших и возложили цветы к юморальному комплексу «Вечный огонь». День Красной Армии, День Советской Армии и Военно-Морского Флота, День Защитника Отечества. Название праздника меняется, но суть остается прежней и преемственность сохраняется. На нынешних защитников Отечества с гордостью смотрят те, кто уже отдал свой долг Родине. Что может чувствовать мужчина в этот день? Гордость за то, что он прошел в этих рядах. То, что делается в стране, делается руками таких людей. Дед мой воевал еще в Первую империалистическую. Папа был в Советской Армии. Я начал в Советской, закончил в Российской Армии. Поэтому для нашей семьи это святой праздник. И сын мой тоже продолжатель нашей традиции, четвертый офицер нашей династии. Сейчас, посмотрите, молодежь уже тоже стала считать, тот, кто не служил в армии, он вроде как-то где-то не котируется на хорошей работе, в хороших организациях. Молодежь с удовольствием пошла в армию. И это хорошо, что стали ее возрождать. Они – опора нашей страны, пример для подражания. В преддверии 23 февраля в Щелковский район приехала целая делегация героев. Члены Совета ветеранов Московской области и общественной организации «Гордость Подмосковья» встретились с главой Щелковского района, а также пообщались с активной молодежью. Только ваше начало, которое вы исповедовали в детстве, в юношестве, а в зрелом возрасте, которое позволило вам стать на такой уровень, стать такими заслуженными, уважаемыми людьми, героями, позволят молодому поколению еще раз дополнительно увидеть пример для подражания. Встречи ветеранских организаций на Щелковской земле давно стали традицией. Нынешняя была приурочена ко Дню Защитника Отечества и столетию образования вооруженных сил страны. Очень рад от имени нашей более чем полуторамиллионной организации, объединяющей людей старшего поколения Подмосковья, приветствовать здесь, на Щелковской героической земле, поздравить от имени областного совета ветеранов с Днем Защитника Отечества. Ветераны возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы в Щелкове, побывали с экскурсией в Троицком соборе. На встрече с молодежью в районном культурном комплексе почетные гости рассказали, за что получили государственные награды. В этом зале Щелковского районного культурного комплекса собралось будущее России. Молодые люди задействованы в самых разных отраслях экономики. На вопросы отвечают герои России, летчики, испытатели, даже космонавты. Для молодых ребят это очень важно, потому что они пока не могут векторы свои определить, куда дальше двигаться, на кого ориентироваться, с кого бороться. Я думаю, что эти люди, которые сегодня собрались, это уникальные люди, это легендарные личности, каждый в себе героический герой. Поэтому, я думаю, как пример для наших ребят, для нашего будущего. Все вот эти герои всех времен, они передают нам то, ради чего вообще-то человек живет на Земле, ради того, чтобы передать новому-новому поколению. Я считаю, что эти встречи очень полезны, полезны для молодого поколения, для нас самих узнать, что они пережили, что они чувствовали. Общение поколений продолжалось около часа. О своей работе, принесшей им звезду героя и народную славу, успели рассказать летчик-космонавт Евгений Тарелкин и герой-афганец Владимир Шивцев. Продолжаем программу. Ничто так не объединяет, как общее дело, особенно, когда речь идет об искусстве. В феврале в Щелковском районе уже в 12-й раз прошел фестиваль детского хорового искусства «Дружба-дирижер-2018». В культурном комплексе встретились 33 коллектива, 900 музыкантов из Щелковского и соседних районов, разных городов России и даже из других стран. Они подарили зрителям и друг другу яркие впечатления. В праздничной атмосфере непрерывного творчества открывается один из самых ярких фестивалей детского хорового искусства «Дружба-дирижер-2018». Сохранение культуры и традиций певческого мастерства – всегда новые знакомства и обмен опытом. Название «Дружба-дирижер» говорит само за себя. Это настоящий праздник творчества, который привлекает множество коллективов. И на этот раз фестиваль проходит на международном уровне. Фестиваль проходит в рамках проекта «Культура малой родины. Партия «Единая Россия» и посвящен празднованию столетия государственной системы дополнительного образования. Ежегодно в нем принимают участие лучшие хоровые коллективы из различных уголков страны. В этот раз музыканты из Щелковского района, соседних муниципалитетов, также Чувашии, Брянска, Кирова, Курска и других. В этом году «Дружба-дирижер» расширил горизонты. На праздник творчества впервые прибыли коллективы городов-побратимов из Республики Беларусь, Ахтубинска, Аксай и Словении. Мечты сбываются. Мы здесь. Нам очень нравится. Нравится дух, нравится позитив, нравится, что столько детей вместе. Настоящий хор – это всегда объединение, команда, единый механизм. Это всегда новые идеи, новые краски. Репертуар участников фестиваля необычайно богат. От шедевров классики до современных композиций. Я очень люблю ваш город. Даже были такие моменты, когда мы говорили, а не побратиться ли и нам тоже. Уж столько мы сюда приезжаем, столько у нас друзей. «Дружба-дирижер» традиционно проводится по инициативе Щелковской детской музыкальной школы при поддержке районной администрации Международного хорового союза и районного методического объединения школ художественно-эстетической направленности. Самое главное, что ребята начинают дружить. И дружат очень серьезно. И вот многие коллективы здесь не первый раз. И у них столько здесь друзей. Три дня праздника, три дня искусства, наполненных неповторимыми моментами. Выступления, творческие встречи, мастер-классы и главное, что остается навсегда – настоящая дружба. Завершим программу новостями спорта. Зимняя спартакиада городских и сельских поселений Щелковского района вновь сплотила коллективы. На стадионе Щелковского спорткомплекса «Подмосковье» и «Ледовой арене» состязали сборные десяти поселений и «Звездного городка». На снежную эстафету участники выходили целыми семьями. На праздники спорта работала наша съемочная группа. «Спартакиада, посвященная Всероссийскому дню зимних видов спорта, у нас в Щелковском районе, я думаю, принесет хорошее настроение». «Сегодняшняя спартакиада – это лишь подтверждение тому, что мы готовы к свершениям, готовы к победам». Мини-футбол стал поистине всесезонным видом спорта. На искусственном поле мужчины схлестнулись в игре, забыв про снегопад и ветер. «На этой стороне футбольного поля команды играют в мини-футбол, а вот здесь самая массовая эстафета. Вот сейчас мы видим родители, папа, мама и, конечно же, их дети участвуют в эстафете». Пока одни собирали очки под открытым небом, другие в ледовой арене мерялись силами в мини-хоккее. На гладком катке, сменяя друг друга, играли две группы. В одной – пять городских команд, в другой – четыре сельских. Дополнительные очки в копилку участников принесла еще одна традиционная забава – перетягивание каната. «Бой очень тяжелый, тут нужна была просто выносливость и стойкость. То есть мы постояли за свою команду». Почти три с половиной часа на открытом воздухе в кругу старых и новых друзей подарили участникам хорошее настроение, приятные усталости и прилив свежих сил, чувства, ради которых люди едут на зимнюю спартакиаду. «Нам очень нравится адреналин в крови, наши дети радостные, болеют за нас и за нашу семью». «Очень азартно, очень здорово, нам понравилось». «А тебе?» «Мне тоже понравилось». Такими событиями нам запомнится в февраль 2018. О том, какие новости принесет нам первый месяц весны, я и мои коллеги расскажем в следующем выпуске. Мы смотрели программу «Говорим о главном». В студии работала Олеся Богданова. Увидимся через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова